это тот станок за 250 долларов который я купил в паундшапе в магазине где сдают б.у. это б.у. станок он в отличном состоянии bt 3000 ночи для таких для мелких работ она отличная а вот чтобы распускать большие вот такие метровые листы фанеры мне уже этого станка мало я решил его чуть-чуть модифицировать сделать наверх огромный стол у олега компании вот эти листы из тех этих столито по моему он с теплотехстолитом называется и хотели выкинуть они у него уже год там стоят на мусорке я говорю олег еще не стоят давай их заберу он говорит забирай потому что через неделю-две приедет контейнер мусорный их туда забросит я у него забрал и вот этих листов я буду мудрить такой стол чтобы я мог большой лист положите на подшипничках он себе и отрежется алюминиевые трубы вернее это алюминиевый квадрат трубы для направляющей отличная направляющая будет длинная в магазине купил несколько направляющих специальных с таким профилем и обычные такие вот обычным квадратом тоже середина туда можно такой болт вставлять и он будет прижиматься вот из этого тоже что-то придумаю есть у меня пару дней свободных то в ихнем гараже я начну делать себе такой станок мелкие работы с этим столом я делаю дома приходится его сверлить чтоб такую мелочью не заниматься в гараже у них для дома делаю нужно каждую отдельную вот эту дощечку прикрутить на винт я сейчас сначала все посверлю нарежу резьбу а потом вдобавок это все еще и боксидкой проклеится то есть это делается сбоку направляющие для полозья и как они называются не знаю вот эти вот алюминиевые будут стоять здесь сбоку это коротенький остаток она будет стоять вот так вот во всю длину как здесь вот со всех четырех сторон будут такие вот направляющие прикручены и вдобавок еще на и боксидку посажем что потом по этим направляющим можно было двигать салазки и направляющую для отрезной доски вот такая игрушка это чудо техники которые я сделал это стол циркулярный стол вверх сделан стекло текстолита куча разного барахла купил в магазинах на металлоломе направляющие вот такие салазки линеечка самоклеющиеся наклеил в две стороны читается в одну сторону можно читать и в другую сторону покрыл ее лаком надо еще будет пару слоев дать чтобы она не царапалась такая же линейка с той стороны то есть можно эту направляющую выставлять по одной стороне выставил и по другой стороне подогнано точно когда отрезают если поставил себе на 6 отрезаю доску четко ровно 6 станок сам это вот основание станка там снизу прикреплена тоже его покрыл таким пластиком эту вот сменную пластинку если лезвие ставится широкая то она меняется тоже покрыл пластиком чтобы ничего не царапалось чтобы ничего не оставлялась свет след на древесине потому что это было алюминиевая поверхность она оставляла след на древесине и вот этот алюминиевая направляющая квадрат такой алюминиевый он с одной стороны прикручен тарапластовый такой кусок специально продается в магазинах тарапласт для того чтобы поверхность не царапалась и не оставляла след а эта сторона у меня осталась алюминиевая я ее разворачиваю когда надо сюда заходит пила под 45 градусов и когда я прогоняю лист фанеры он точно точно по самому краю снимает 45 градусов вот этот сам станок под низом стоит все его родные направляющие оставлены на месте вот они тут линейка тоже есть то есть если я хочу я этот станок откручиваю 4 болта по краям и с этой вот рамы снимаю этот станок ставлю на пол на него цепляю еще те же раньше вы видели разные направляющие получается обыкновенный станок но в чем преимущество вот этого всего стола сейчас вы увидите ну помимо того что он большой вот эта станина она съемная и вдобавок ко всему она еще скользящие то есть я могу положить какую-то доску и точно ее отрезать тяжелая машина получилось но благо тому что все съемные этот лист съемный мотор отсоединяется и еще отсоединяются ножки а ножки не простые а золотые сейчас увидите мыслили в этом станке у меня уже очень давно голове крутилась все не было причины чтобы его делать отстегиваются такие защелки на ножках забирается шнур чтобы он колесами не валялся и все это дело очень легко может передвигаться одним человеком вот это самое большое преимущество ты можешь его подвинуть любой угол в любую сторону под любым направлением то есть как хочешь не надо поднимать и не надо надрываться просто берешь его и тянешь вот такая вот игрушка очень хорошая есть колесики защелкиваются все четыре колеса и она уже никуда не шевелится вот такая вот машинка получилось снизу вся эта площадка посажена на алюминиевую раму так что никаких перекосов ничего быть не может ножки куплены на металлоломе они из стеклотекстолита это стеклотекстолит тоже очень крепкий материал и вклеены сюда из дуба такие брусочки к этим брусочкам уже колесики вот такое колесико она поворачивается во все стороны здесь имеются снизу зубчики вот они то есть в эти зубчики входит вот эта защелка и одновременно она вот этим вот краешком колесо стопорит она из колесо стопорит и в зубчики входят чтобы не поворачивалась вот я ее защелкиваю и все но уже еле-еле шатается но это на движение станка никак не сказывается отщелкнул и можешь его куда хочешь уже двигать такая система денег конечно я на это вложил так сказать немножко в сотни 3 он не обошелся не считая самого вот этого станка конечно этот станок в 250 плюс 300 получается 550 600 долларов не обошелся вот такой полностью станок я скажу что это отлично такой вещи вы в америке в магазине не купите кто вам будет продавать такую вещь за 600 долларов смешная цена и делается еще один станок но об нем я расскажу попозже чтобы делать разрезы больших листов пришлось мне удлинить его немножко такие откидные ножки на ножках имеется уровне можно было выставлять визуально чисто визуально стол по уровню и вот теперь если раньше ему отрезать здесь всего лишь 60 сантиметров то теперь передвинув направляющий я могу отрезать метр тридцать естественно здесь линейку я еще не клею то приходится размер проверять чисто по рулетке один конец здесь у меня есть центр и другой здесь у меня есть ну это это